Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милост Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди – социальная солидарность, права родителей, старших и слабых, как образец. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит о своей священной книге. И творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро. Я свидетельствую, что не божество, кроме одного лишь Аллаха, у которого не с товарища, и свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, сокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, поистине, послание ислама – это гуманность, благочестие, милосердие и развитие. Оно имеет цель привести людей к достойной жизни в рамках кооперативного и солидарного общества, основанного на сочувствии и сострадании к другим людям, вдали от формы эгоизма, себелюбия, жадности и алчинности. Пасанник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная о том, что рядом с ним находится голодный сосед». Пасанник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует также изрек, «Всевышний Аллах наделил некоторых людей некоторыми благами и сохранил их для них до тех пор, пока они удовлетворяют потребности мусульман, не уставая и не скучая. А если им это наскучит, Аллах отнимет эти блага и передаст их другим». Если эти религиозные, человеческие и общественные ценности необходимы людям, в обычные времена, то они становятся все более и более важнее, и за них воздается более великая награда во времена невзгод и кризисов, особенно по отношению к слабым и наиболее нуждающимся. А если милостыня, которая подается бедняку, считается просто милостыней, то милостыня, которая подается родному бедняку, выступает в качестве милостыней и поддержания родственных связей. Что касается прав родителей и благочестия к ним, то нет им аналогов. Ибо всемогущий, Аллах нам повелил проявлять к ним безусловную любовь и крайне почтинее. Продолжение следует... И делать добро родителям, если один из родителей, или оба они, достигнут старости, то не говори им «фу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно, преклоняя пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори «Господи, помилуй их, вид они растили меня ребенком». Несомненно, люди с правильной натурой оказывают родителям благочистое, с чем согласны небесные шариаты, а также это является подходом пророков и посланников. Всевышний Аллах говорит о пророке Яхея Мириму, «Ум был почтителем к родителям и не был гордецом и ослушником». Всевышний Аллах также приводит слова пророка Иса Мириму, «Он не сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным». А также наш пророк, да благословите его Аллах и приветствует, посетил могилу своей матери и стал плакать из-за ностальгии и потаски пани, до такой степени, что и окружающие стали плакать. Дети обязаны выполнить права родителей, в том числе, во-первых, проявление к ним полное почтение, уважение и послушание. Всевышний Аллах говорит, «Вахфитлаху ма'джанахаддулли минаррахма» – преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему. «Наш господин Абу Гурайра, да будет доволен им Аллах, увидев двух мужчин, сказал одному из них, «Кто это для тебя?» Он сказал, «Мой отец». Абу Гурайра сказал, «Не называй его по имени, не ходи перед ним и не садись перед ним». Во-вторых, проявление к ним крайне благочистое в старости визнак признательности, за оказанную имя не ограниченную шедерсть. Всевышний Аллах говорит, «Имма яблуганна عندك الكبر ахадхума о келахума, фалатакуллахума оффиумула танхархума». Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «фу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Между тем, мы утверждаем, что преуспевшим является тот, кто приносит плоди мольбы родителей, оказывая им должное почтение, чем он добьется счастья в мирской и последней жизни. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, нет сомнения в том, что три мольбы будут приняты. Мольба притесняемого, мольба путника и мольба родителей за своего ребенка. Так, молба отца за ребенка не отвергается и не умирает, а в ком нет добра для родителей, в том нет добра вовсе, с ним не сожительствует и не сопровождает, и нет безопасности от его предательства. Вот что я хотел вам сообщить, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до сутного дня. Дорогие единоверцы, славные исламские шария, подчеркивая необходимость проявления благочестия к родителям, призывают хорошо обращаться к старшим и слабым, соблюдая их право на уважение, почтение и заботу, до такой степени, что шария считает уважительное обращение с ними одним из признаков прославления Творца Всемогущего. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствуйте, зрек. Поистине, признаком почитания Аллаха Всевышнего является проявление уважения по отношению к святому мусульманину. Так, старшие люди достойны признательности, уважения и почета. Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, поведал, не относится к нам тот, кто не жалеет младших среди нас и не оказывает уважения нашим старшим. Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, также сказал, младший должен первым приветствовать старшего. Пророк Мухаммад, да благословите его Аллах и приветствует, однажды сказал одному человеку, кто хотел говорить прежде старика, возвеличивай старость, то есть цени преклонного возраста и не говори прежде стариков. Цивилизованность исламской религии сделала невозможным различие в проявлении щедрости, доброжелательности и хорошем обращении между старшими и слабыми в зависимости от их различных вероисповеданий или национальностей. Рассказывается, что Амар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, нашел пожилого мужчину из людей Писания, просящего милостыню. Поэтому Амар сказал ему, мы не поступили с тобой справедливо, взяв у тебя, когда ты был молод, и оставив тебя в старости. Затем Амар назначил ему регулярную пенсию из государственной казни, байт-уль-мэль, а также сказали своему слуге, найди его и подобных ему, и раздай их из государственной казни. Нам же нужно укрепить ценности, солидарности, почтительности и признательности, чтобы распространить любовь и привязанность во всем обществе. О Аллах! Абереги нашу Египет и все страны мира! Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.